приветствую вас уважаемые пользователи и дорогие подписчики этого канала в следующих видео на этом канале будет показано еще интересная угловая полочка и фрезерование ее частей а в этом видео покажу как программе idop иллюстратор креатив клауд нарисовать профиль силуэт человеческого лица с эффектом волос из кругов и фон из цветных радиентных кругов ну что ж начнем с пустого листа конечно силуэт головы рисовать сложновато легче это делать ориентируясь на какую фотографию сейчас я здесь в слоях нашему видимость подключу такую фотографию она у меня есть это тоже моя фотография просто я закрасил так лицо человека чтобы невозможно было его идентифицировать теперь возьмем инструмент карандаш переключим вот здесь на заливку и в режиме заливки начнем обрисовывать это лицо будет получаться и примерно такой контур как закрашен белым берем начало где-то здесь и начинаем просто обводить приближенную контуру этой фотографии потом я вот так повел и нажмем еще замкнуть этот контур потому что вот здесь контур не замкнут чтобы его замкнуть нажмем здесь объединение и закрасим вот так черным цветом продолжаем также делать дальше затем возьмем инструмент direct selection tool прямое выделение выделим вот эту вот опорную точку этого контура так сместимые тут пока что не важно что этот контур так ушел теперь снова нажмем объединение зальем черным выделим совместно с вот этим нижним и еще раз нажмем объединение на время рисования уменьшу на нем непрозрачность чтобы было видно как он проходит теперь если нажать кнопку control или взять инструмент прямое выделение мы увидим здесь опорные точки такие маленькие синенькие возьмем инструмент перо минус и удалим вот эту и вот эту опорные точки затем инструмент прямое выделение выделим вот эту опорную точку и вот так сгладим этот контур здесь так и останется острая вершина первая часть силуэта нарисована также продолжу далее сейчас я ставил на этом контуре дополнительную точку на ускоренной записи вы могли заметить как это выглядело сейчас я сделаю так еще одну берем инструмент перо плюс вызывается сначала нажатием правой кнопки и ставим например вот в этом месте появилась новая такая синенькая опорная точка ее можно корректировать вот здесь похоже одна из опорных точек лишние убираем ее весь этот силуэт строится на сложение фигур и коррекция опорных точек может быть при рисовании вот этой части было не очень понятно если вы впервые видите программу покажу на простом примере если мы берем инструмент прямоугольник рисуем первый прямоугольник рисуем 2 сейчас это две раздельные фигуры но если мы перенесем как-нибудь один на другой вот их по-прежнему два затем выделим совместно нажимаем объединить все теперь это стала одна фигура по такому же принципу только из привык фигур строится это и также эта фигура задаются определяется форме точками и производится их коррекция если взять инструмент прямое выделение маленькие синенькие . это опорные точки их можно переносить или например дело скругление так что продолжаем далее и вот этот острый заход сейчас я уберу инструментом прямое выделение выделяю вот эту точку стираю нажатием клавиши делит вот это можно перенести сюда и залить это большей черной область сейчас это разумнутый контур получился нажимаю объединение заливая его черным цветом сливаюсь вот этой фигурой продолжим рисование контура лба еще мог быть не очень понятен в первый раз устранение вот этого вот момента где-то острая вершина его можно устранить либо скруглением либо просто удалив эту опорную точку взяв инструментируем минус все больше ты острая вершина нету дальше корректируем контур теперь нарисуем контур волос он будет практически не совпадать с этим только в общем время теперь снова выделяем совместно и нажимаем объединение форма головы мне все-таки тут не очень понравилось так что сейчас переделаю и перед этим еще удалю вот эту опорную точку скопирую эту картинку буду делать на ее копии нажму трансформация скил и сделаем копию со стопроцентным размером видим здесь их перед вид одну отключу чтобы не мешалось на другой берем инструмент стерка по стерке есть несколько раз щелкнуть здесь будут ее параметры со есть так и оставлю четыре точки как он здесь стоит и вот так я стер такую область теперь уже можно поменьше ориентироваться на эту картинку есть уберу непрозрачность сзади снова берем инструмент карандаш и рисуем контур головы нажимаем объединение и заливаем черным цветом все фоновую картинку нужно удалять она больше не нужно теперь сольем эти две области объединяем и удалять будем острой вершины берем инструмент 1 минус и убираем вот эти опорные точки теперь вот здесь плавные соединения этих областей точно так же сейчас сделаем здесь здесь можно не убирать опорные точки я сделал скругление вот этой вот меткой теперь сделаем гладкий низ у этого контура возьмем инструментом прямое выделение какую-нибудь опорную точку на этом контуре и вытащим ее вот так вниз и следующие 3 тоже теперь берем инструмент стерка с зажатой клавиши shift стираем утра по горизонтали убираем нижний контур этот теперь можно выравнивать без зажатой клавиши shift разместите вот так ровно по границе рисунка голову при уменьшаем чтобы ему штабировать пропорционально это тоже делается с зажатой клавиши шри если не зажимать будет непропорциональный масштабирование теперь вот эту отключенную опиу сотрем тоже здесь сделаем немножко покудрявее сначала выделим эту группу потом возьму инструмент прямое выделение и вот эту опорную точку подвинем теперь берем инструмент эллипс зажатой клавиши shift рисуем кружочек переключаем на заливку контура здесь его можно регулировать толщину линии поставим ему стиль вот такой вот что он переходил из более толстого вот тонкий из этих кругов сделаем такой эффект волос в жизни конечно такого не бывает для векторной картинки так вполне сделать можно перед этим еще немного уменьшим голову подвинем вправо все на этом можно остановиться то здесь возникнет чрезмерное количество пересечений эти круги сотрем теперь выделим все далее зажмем клавишу shift и левой клавишей мыши нажмем по силуэту головы чтобы отщелкнуть с него выделение извините не получилось shift и левой клавиши по силуэту головы теперь преобразуем вот эти замкнутые контуры в замкнутые фигуры что при изменении масштаба у нас не происходило вот такого видите как все изменилось нажмем объекты по hotline stroke обратите внимание сейчас на эти круги вернее на выделение подсвечивание вот они превосходились в замкнутые фигуры и теперь уже такого происходить не будет далее сгруппируем все эти круги вот мы выйдем не видим на поле 3 слоев у нас рук с кругами которую можно отключать по своему усмотрению их можно было бы с друг другом также слить но я это пока делать не буду для удобства дальнейшей коллекции да и при сохранении это можно тоже не делать теперь будем нарисовать синие круги как фон для этого создадим новый слой нажмем сюда и перенесем этот слой вниз под слой головы слой где голова и круги заблокируем чтобы у нас не выделялся не мешался при рисовании а на этом слое начнем рисовать круги со следующими характеристиками переключим здесь на заливку контура возьмем эллипс рисуем также круг обратите внимание цвет красный другой слой вот слой нижнем подсвечивается красным зададим у него какую-то толщину далее зададим у него градиентную заливку на этой палитре настраивается типа настройки градиента можно поставить черно-белый они у меня все будут голубые синие темно-синие то есть здесь на этой метке ставим такой цвет на этой метке можно оставить белый можно поставить светло-голубой можно поставить здесь нулевую непрозрачность можно оставить 100 процентов я поставлю лучше где-то 70 процентов и меняя все эти характеристики меняю толщину кругов их конфигурации приступим к рисованию далее и также можно менять общую непрозрачность я решил еще немного уменьшить аж так головы для этого отщелкнем блокировку с этого слоя выделим все еще немного уменьшим теперь я думаю можно останавливаться вот это сотрем здесь я нарисовал 111 синих кругов вот этот я счел тоже нужным стереть теперь нажимаем control а при заблокированном слое где у нас все черное и нажимаем объекты full plane stroke нажимаем объекты группировать теперь отблокируем слой где глава синий слой переносим вот эту группу на синий слой вот этот слой красный можно удалять помойку его теперь мы на палитре слоев видим три раздельных элемента группы если кто-то будет на стоках покупать на эту картинку лицензию он сможет легко отключить что-нибудь ему не нужно и удалить это вообще либо так например его так оставьте одну голову с этими кругами либо вообще воспользуется одним только силуэтом головы сейчас все это переименуем сохраняется такая картинка формате и ps10 инкапсулите по скрип 10 потому как и ps8 не поддерживает всякие пол прозрачности непрозрачности градиентные заливки а здесь таких заливок очень много здесь перед нами представлен уже растрированный вариант этой картинки 4000 на 6000 пикселей как мне кажется получилось довольно интересно с такими кругами здесь 45 черных кругов и 110 синих кругов можно придумать разные модификации этой картинки можно сделать ее другого цвета или вообще цветной с разными заливками существует еще вот такой вариант этой картинки он нарисован с нуля никаких перри заливок тут нет на этом я это видео заканчиваем всем спасибо до свидания